Сегодня 6 октября. Нет, вот это я сегодня отобрал сеянцы. Они попересаживаю, понаблюдаю за ними. Тут мне вот этот вот интересный. Тут фантазийники, вот этот тоже ещё фантазийник будет растет, увидел. Я все фантазийники оставляю. У меня сейчас на каждый день, наверное, по одному фантазийному сеянцу появляется. Вот, я их пересаживаю и наблюдаю. Но тут у меня к выставке в основном готовится, и бутоны я поудалял. Но тут тоже что-то можно увидеть. Вот такой вот интересный, красненький. Хочу оставить, понаблюдать за ним. Хорошо цветёт. Листва очень зелёная такая, насыщенная. Ну, цветёт вроде бы неплохо. Посмотрю. Размер он такой расцветает. Тут расцветает ярила. А вот это американский, я взял компактный стрепс. У него розетка очень мне нравится. Я хочу с ней поработать. Тут у нас пестролистник стрепс. Вот это зелус. Хороший, хороший, лучший, я считаю, из поляков, из жёлтых. Это наш тут жёлтенький стоит, тоже на проверке. Вот интересный. Я его буду оставлять. И пущу его в размножение. Цветок, ну... Огромный, просто огромный цветок. Это ему уже... Ну, вот на фоне ладони. Даже тут... Так, скосил немного камер. На фоне ладони. Вот этот интересный стрептокарпус. Он из пахучих имеет вот такой бахром. Подцветёт, как... Как дурной. Но... Я его буду выводить. В сорта он не пойдёт, потому что... Вот видите, начинает цвести. И... И розетку полностью прекратил. Хорошо, где-то из них... Сахарфер. Вот ещё у нас такой вот интересный... Это... Полиплоидный султанчик. Он точно такой же, как султан, только имеет толстые лепестки. Толстые листья. Ну и... В общем, наблюдаем. Вот этот я очень люблю стрептокарпус. Даже не знаю, передаст его. Вот такие вот у него сумасшедшие цветочки. Волосатые такие, пушистые. И... Вот... Это даже махровостью нельзя назвать. А это какая-то гиперрюшастость, наверное, скорее. Вот такой вот... Размножаемый его. И цветёт тоже прекрасно. Прекрасно. Что мне нравится? Вот я люблю такие розетки, когда она не загущается. Вот видим, хорошо формирует... Розеточка вот хорошо растёт. Вот листики вот у него, видите, как вот... Вот листик появляется. Они не истощаются. Растёт одна аккуратненькая розеточка. А вот... Это... Ну... Негодный. Да, допустим... Хорошо цветёт. Ну и что толку? Вот он сейчас... Весь истощится и всё. Что с ним делать? А вот такого типа, я её называю самоформирующаяся розетка, она намного легче. Он постоянно цветёт, потому что листья не истощаются, листья конвейером растут и тут же дают цветонос. Это идеальный тип. Вот с такими... Вот такие я стараюсь отбирать. Потому что цветок это ещё далеко не всё. Вот ещё один интересный тоже из наших сеянцев. Очень крупный. Очень крупный. Цветоносы там конкретные. Я вот сейчас вот так покажу. Ну, розетка более-менее. Вот. Надо пересадить. Видите, осветляет листву. Ещё я зачем наблюдаю... Что для меня имеет значение? Имеет значение концентрация пигмента. Вот видите? Вот он салатовый. Это не есть хорошо. Лист должен быть тёмно-зелёный. Вот Ярива. Вот Ярива. Видите? Вот у него тёмно-насыщенный лист. Тут много хлорофила А. Он больше может потреблять цвет. И за счёт этого он и сильнее, и мощнее. И с иммунитетом у него лучше. А вот подобный. Вот. Точно такой же почти, как Ярива. Но имеет светлый лист. И уже его нужно ставить в более тёмное место. Ему нужно меньше света. И, соответственно, он слабее будет. Вот. Хорошая. То есть, я стараюсь работать с сортами, которые всё-таки имеют хорошую насыщенность хлорофилом. Так, что мы ещё тут покажем? Ну, в общем-то... Ага. Вот ещё интересный. Ну, тут у меня фантазийники. Тут много фантазийников. Вот. Ещё я тоже отобрал. Такой махровый. Вот. Ну, вроде бы ничего такого. Симпатичный. Вот интересный. Я его показывал уже и раньше. Вот. Цветы стоят уже очень долго. Это тот, который с зелёным низом. Я его сейчас покажу чуть ближе. Такие вот у него цветочки. Это 857-й. Ну, в общем-то, что-то... Ну, вот сейница тоже в брак пойдёт. Этот тоже пойдёт в брак. Не потому, что он плохой, а потому, что есть лучше. Так. Так. Тут вот хочу показать навстречу ветру. Очень люблю этот сорт. Цветоносы у него, конечно, хоть и длинноваты, но... Так. Пока что, вот, альтернативы такому нежному цветку... Ну, честно скажу, я... Соблазн... Я... Не знаю. Ни в своих сортах. И даже... Даже и в чужих. Ну... Это соблазн. Ну, в общем-то... и всё. В общем-то и всё. Альтернативы. Я знаю. Продолжение следует...